друзья всем привет только что пока собирал лодку понял и вспомнил о том что я оставил дома все стальные поводки все струны которые я готовил на эту рыбалку специально под ловлю крупные щуки понял что все это осталось дома шикарно так лежит на полочке поэтому я решил не идти домой я прошелся по берегу поискал немножечко нашел там какие-то обрывки толстой лески какие-то веревки не нашел так ничего даже похоже на стальной поводок попробую половить с тем что у меня есть и посмотрим что из этого выйдет но вы так никогда не делайте если знаете что будет клевать щука всегда берите стальной поводок струну ну а пока можете поставить лайк написать комментарий по поводу этой затеи ловли бесплатка по моему это очень опасно ой водичка то уже прохладные ребята ой рука чувствуется очень здорово видимо буду здороваться с судакон ой не судачок тяжеленькая рыбка судачок похоже вообще-то на хорошенького охни хрена нет это щука ой 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 это щука хотелось судачка ох нормальная щучка мы с тобой не виделись до этого ай блин все-таки съела она мне приманку но у него как-то этот оказался во рту и она все-таки съела его блин как-то не все-таки оказался во рту шнур обидно только не поймал почему берш клевет когда там щука стоит ли она только что подошла я просто наверное сантиметров 40 платки куплю железные две пачки на эту оси щуки глотает кроме ходу взяла если не глубоко заглотил все-таки по всему щучонок он же даже нормальный щучонок да давайте хотя посмотрим на нее да даже лучше щучонок и взяла аккуратненько хорошо вообще хорошая щучка ай все-таки выплюнуло ладно фиг с ней самое главное потянули увидели ее и в У него так сидел не очень хорошо. Ну это вообще капец. Куда ни кинь, везде щука. Может тиогу поставить? 5,8. Может на нее будет? Тоже. Ну очень хитрая, конечно, эта рыба. Не знаю я, как с ней договариваться. Понятно, что тут судак не может стоять, клевать. Как он тут будет стоять, клевать, когда... Блин, на каждом забросе уже долбят. Что вообще такое? Вообще на каждом забросе удары. Опять мамашка. Это уже сам. Самая крупная. Здесь, судя по рывкам, головой. Ай, все-таки срезала. Да ё-моё. Да что такое? Тут какую веревку надо, реально, канат просто. Она причем срезала эту. Блин, это очень хорошая рыба была. Блин. Ну что, забывать поводки, когда щука начинает клевать. Это вообще самое плохое, что только вы можете сделать. Вот что я понял по сегодняшней рыбалке. Такие у меня кони, конечно, сходят из-за этого. Сейчас вот поставил вообще веревку. Но они веревку порвут, я в этом уверен. Порежут. Ну ладно. Что такое? У меня вариантов нету. Ну, вариант только собраться домой, поехать. Такой вот вариант есть еще. За поводками. Что-то как-то лень. Если я эту порежу, то я не знаю уже, что делать. У меня больше нет опций. Там, конечно, дура вообще максимальная сидела. Да что такое? Клюют. На эту, на Тиогу, 5,8 клюют уже. Да вот это мамандель. Ну что ты села-то? Да что это такое, блин? Че, как-то Тиога. Прикольно, они Тиогу даже клюют. Серьезно какое-то портсобрание. Даже вот с таким веревочным поводком щука клюет. Ну, вообще, долбанутая рыба. Очень тяжело. Она в отличной форме. Просто в шикарной форме. Ее еще пофигу на все. Хоть-ка ее повозим немножечко. Хоть-ка ее повозим. Клюю-ка ее. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошая рыбка Все-таки убежала Ну ладно, хорошо, я освободил Тиогу Подержал рыбу Эта поимка засчитана точно Блин, поймал на это На жирную Тиогу Зача кайф Да, раздолбали ее, конечно Надо как-то надевать Теперь аккуратненько У меня приманок не осталось, Биг Биг, приманок не осталось Он так-так, короче, слетает, блин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ РЕБЦКИ ДИНАМИЧНАЯ РЕБЦКИ Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ РЕБЦКИ ДИНАМИЧНАЯ РЕБЦКИ ДИНАМИЧНАЯ РЕБЦКИ А, щучень, щучень. Прям подлодка шарахнула. Ну что, на фоточку пойдешь, нет? Прям подлодка шарахнула. Может быть, симпатяшка, рыбка клюнула на Тиогу 5,8. Фэт. С огромным удовольствием ее съела. Очень страшные зубы. Надеюсь, не откусит она мне ничего. Ну все, сейчас ее аккуратненько отпущу. Отцеплю, отпущу. С этой рыбой, конечно, вообще не на секунду расслабиться нельзя. Этой красивой щукой я решил закончить свой сумасшедший рыболовный день. После этой рыбалки я пошел в магазин. Взял себе там целую пачку стальных поводков, чтобы больше не упустить свой трофей. Миш, никакой проблемы нет. Спасибо вам огромное за просмотр и комментарий. Надеюсь, что вам было интересно смотреть на мои приключения на реке в этот день.